Первое правило, что мы должны срезать на кольцо. Ты хочешь, чтобы у тебя ветки не мешали, да? Приходи, беда, и не задеватель, не головой. Да, вот она мешает нам. Вот у нас вот это называется кольцо. Видишь такое утолщение? Посмотри на него внимательно. Если мы срежем ниже, то мы срежем вот этот слой, в котором есть вот эти вот клетки. Так, сразу говорю, инструмент хозяйский, не мой. Претензий ко мне нет. Вот, рассказываю Максиму, как резать. Вот, берем секатор. И он у нас такой с усилителем. Он ступенчатый, ступенчатый. Да. Это у нас... Срез должен быть ровненький. Опа. Вот. Видите? Выше этого кольца срежем. Будет тяжело затягиваться. Ниже срежем, срежем вот этот слой. Вот это надо будет ножом обработать. Это первое правило. Второе правило. У всех косточковых ветки, которые растут внутрь ствола, они, если вы их не уберете, они все равно помрут. Поэтому их убираем. Так, все-таки надо было свой инструмент брать. Я вот сейчас к этому. Видишь, она уже умерла, эта ветка. Вот. Вот такие пни оставлять нельзя. То есть мы их тоже, вот если он пень торчит, мы его берем и спиливаем. Вот эту вот историю какой-то не очень жесткой корчеткой снимаем. И тряпочки, да, уходим? Не, ну я обычно беру обычную корчетку и аккуратно-аккуратно счищаю. Сейчас я просто это делаю обратной стороной пилы. Очень аккуратно, чтобы нам не повредить кору. А, кстати, известковать надо деревья, как ты мажешь, белый язык от корня, там, стволы? По белку? По белку, да. Надо ли делать по белку весной? По белку делают осенью, чтобы зимой, вот при таком вот зимнем солнце, у нас деревья не обгорали. И обгорают в основном молодые деревья. Весной по белку делаем мы просто по традиции, потому что так принято на наших дачах. Вот, теперь какие ветки мы будем убирать? Давай начнем вот с этой ветки. На нее прям посмотрим и видим вот эту острую развилку. Видишь? Видим. Этот угол у нас меньше 45 градусов, верно? Да. Все, что меньше 45 градусов отходит от ствола, посмотрите, что происходит. Образуется вот такой нарост. Вот. Утолщение. Потом в определенные зимы, особенно у нас в Ленинградской области, если стоит тепло, вот здесь набирается жидкость. Она же течет у нас вот так вот по стволу, да, там. Вот. И потом раз, резко мороз наступил. И вот в эти вот развилки их очень хорошо разрывает напополам. Поэтому вот эту вот историю нужно спиливать обязательно. Смотрите. То есть мы вот здесь делаем подпил. Особенно, когда крупные ветки подпилили. А дальше по линии спиливаем. Я сейчас спилить не буду, потому что инструмент слабенький. Потом с Максимом обсудим, какие ему инструменты докупить. Вот. И вот это вот мы спиливаем по линии роста. То есть стараемся тоже глубже не запиливаться. Восстанавливаться будет из вот этого вот узла. И вот этот срез уже нужно будет обязательно замазывать. Для замазывания, еще раз повторюсь, я не люблю использовать вар. При таких вот толстых спилах он, во-первых, слезет у вас через год. Во-вторых, он не защитит, под ним все будет преть и образовываться болезнетворная микрофлора. Если у вас вообще нет никакой замазки под рукой, лучше замажьте обыкновенной масляной краской. Вот. Но я использую профессиональные препараты. Я в этом видео наложу картинки. Это наш русский производитель Раннет и Лакбальм. Это два препарата, которые я использую для заживления ран. Если спил вот такой огромный, большой, то Лакбальм или Раннет я мажу по краю, там где у нас заживая часть. А по центру мажу тоже масляной краской. Так. Значит, мы выяснили, что нужно убирать острые ветки. Так, под острым углом. Мы выяснили, что нужно убирать пни. Мы выяснили то, что нужно убирать все ветки, которые растут внутрь. Теперь смотрим наверх. У нас куча-куча веток. Да? Да. Значит, какие нужно убирать, кроме тех, что тебе мешают. Те, что тебе мешают, ты просто понятно. Ты идешь и походу... Путыкаешься головой и убираешь, да? Убираешь, да. Теперь смотри. Основной принцип обрезки всех плодовых растений. Так, про косточковые я сказала, да, что внутрь, которые растут. Вот. Значит, если ветки растут параллельно друг к другу... Ну, вот, например, вот ветка. Она тебе уже вроде как ходить не мешает. Мы ее оставляем, да? Да. Например. А сверху более слабая такая. И они друг к другу параллельны. Мало того, они еще растут и пересекаются. Видишь? Да, вижу. Значит, мы должны выбрать, какая из них более здоровая, более красивая. Мы ту убираем. Убираем, которые послабее. Да, послабее. Вообще, конечно, располагать надо инструмент вот так вот по росту. Все, Катя закорячится. Давай, наклоним. Да. Я сегодня просто обрезать не планировала. Так, ну вот, мы режем на кольцо. Ну, убейте меня с этим секатором. Я сейчас ножовка аккуратно не спилю. Не могу. Мне подход нужен. Так, короче, заедешь, купишь плантику. Секатор обычный. Придется мне вот эту маленькую веточку аккуратно спиливать. Значит, спилы надо делать на кольцо. Сейчас ножом еще все подкорректируем. Вот эту фигню я вырежу. Это просто не порнография. Так, спилили, короче. Мы любим порнографию. Так кто бы сомневался.